Редактор субтитров А.Семкин Объем инвестиций в проект оценивается в 800 миллионов рублей. Ради Хабиров отметил, что у республики уже был опыт работы с каршеринговыми компаниями, но машин в прокате тогда было в разы меньше. При этом услуга, по его словам, остается востребованной у горожан. В течение одного-двух лет «Дилимобиль» запустит в регионе свою систему станций техобслуживания и мойки, ну а число автомобилей в сервисе вырастет до 2000. Пользоваться авто можно будет не только в столице. Выезд на арендованных машинах будет возможен в другие крупные города. Ну и по словам главы региона, ценовая политика в каршеринге будет ниже, чем в такси. Винчан Центране на встрече заявил, что республика интересна для сервиса в плане развития бизнеса. Рынок будет чувствовать наши маленькие вклады в наш город. И, конечно, прекрасно понимаем, что Башкадарстан очень известен с точки зрения огромной инвестиции, огромной бизнеса, которые были развиты до нас. Но мы просто хотели сделать наш маленький вклад в развитие. И, конечно, хотели дать инструменты людей, чтобы люди могли бы пользоваться этим. Ну и «Делимобиль» работал в Уфе с осени 2017 года по май 2020. В пандемию сервис ушел также с рынков Красноярска, Грозного и Ростова-на-Дону. Заявлялось о планах по возвращению компании в наш регион. А в марте 2022 года стало известно, что запуск проекта отложен из-за геополитической ситуации. В этом году в Стерель-Тамакский район необходимо привлечь не менее 10 инвесторов с проектами на общую сумму минимум в 1 миллиард рублей. Кроме того, нужно обеспечить и 15-процентный рост инвестиций, поручил Андрей Назаров администрация муниципалитета на выездном заседании правительства. Так, в прошлом году инвестиции в основной капитал муниципалитета составили свыше 1 миллиарда 400 миллионов рублей. И это менее полупроцента от общего вклада республики. Также в прошлом году в Стерель-Тамаксском районе заметно снижение отгрузки товаров почти на 11%. И это при среднерегиональном росте почти в 8%. Основной инвестиционный портфель формирует частный сектор. В первом квартале текущего года наблюдается его снижение на 43% или 63 миллиона рублей в денежном выражении. С начала текущего года реализовано 8 предпринимательских инициатив на сумму чуть больше 60 миллионов рублей. Вместе с тем, конечно же, предпосылки для изменения ситуации есть. Это некий подтвержденный или подтверждается сформированный инвестиционный резерв. Сейчас в районе реализуются 23 инвестиционных проекта с объемом 44 миллиарда рублей. И планируем создание почти 1100 рабочих мест. Здесь надо признать, что активность снижается. В прошлом году объем инвестиций снизился на 10%. В этом году еще более, практически на 40%. Поэтому здесь нужна корректировка определенная. Ну и отмечу, в Башкортостане насчитывается более 139 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Для их поддержки в республике действуют госпреференции. Они касаются как прямой финансовой помощи в форме льготных кредитов и грантов, так и инфраструктурной. 109 миллионов рублей вложила республика в подготовку и привлечение кадров для сельского хозяйства. Об этом сообщил вице-премьер и руководитель профильного ведомства Ильшат Фазрахманов. Так, в 2023 году подъемные в размере 750 тысяч рублей получили 100 молодых специалистов в рамках региональной программы поддержки кадрового потенциала. Вторым направлением в этой работе Фазрахманов назвал реализацию федерального проекта «Содействие занятости сельского населения». В 2023 году 106 предприятий АПК получили более 23 миллионов поддержки на переподготовку почти 500 работников. Ну и также продолжается работа по созданию агроклассов. Наконец, с прошлого года в республике было создано 130 таких школьных объединений. Ну и в Минсельхозе напомнили, что сейчас на агропредприятиях региона не хватает минимум 2,5 тысячи работников. В Машкортостане по программе «Стимул» в 2024 году построят 9 объектов дорожной и инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства. Программа является частью национального проекта «Жилье и городская среда», но и позволит снизить попутные затраты застройщиков. Новые объекты появятся в Уфе, Октябрьском и Уфимском районе. Так, в микрорайоне Ярк и в Демском районе уже завершили более 3,5 километров дорог. Сейчас строится новая дорога длиной более полукилометра. В этом году за счет реализации программы «Стимул» в Башкортостане планируют построить более 1 миллиона 100 тысяч квадратных метров жилья. При этом отмечается, что Башкортостан является лидером по привлечению федеральных средств. Общий объем финансирования по этой программе составляет более 20 миллиардов рублей, из которых 13 миллиардов – это деньги федерального бюджета. В Уфе установят памятник Медхату Шакирову. В советское время он 18 лет руководил республикой. О планах властей Башкортостана рассказал Ради Хабира в ходе своей поездки по Уфе. В Кирском районе руководитель региона посетил сквер имени партийного и государственного деятеля. В 2020 году здесь выполнили работы по асфальтированию тротуара со стороны улиц Дорофеева и Коммунистической. Также уложили брусчатку, озеленили и установили уличное освещение. Во время осмотра сквера архитектор Константин Дангузов продемонстрировал варианты проектных решений по памятнику Медхат Шакирова. Здесь же Ради Хабиров пообщался с ветеранами, которые работали вместе с Медхат Закировичем в башкирском обкоме КПСС. Ну и глава Башкортостана сообщил, что дальнейшее благоустройство сквера и установку памятника запланировали на 2025 год. Это памятник эпохи, памятник людям, которые в то время формировали Башкортостан, подарили нам его Башкортостан, Токуфу. Ну и Медхат Закирович все-таки 18 лет, если я не ошибаюсь, был руководителем республики. И вопрос даже, можно быть и 50 лет ничего не делать, а он очень многое сделал. Поэтому это не только моя инициатива, хотя я тоже каждый раз смотрел, что такому человеку у нас памятника нет. Это важно, это же, знаете, мы соединяем наше прошлое и настоящее. Ну и также глава Башкортостана ознакомился с ходом благоустройства площади у фонтана «Мальчик с Кураем», а также бульвара Саид Галеева. Мэр Уфыр Атмир Мавлеев сообщил, что южная часть бульвара Саид Галеева будет пешеходной, а по северной запустят двустороннее автомобильное движение. К этому сейчас стоит вся информация. Оставайтесь с РБК.